здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас с вами рубрика здоровье пару месяцев назад мне случайно попалось одно очень интересное и полезное видео я его сохранила и просто не могу с вами не поделиться к моему большому сожалению эта видеозапись оказалась неполной я конечно хотела бы досмотреть до конца но продолжение на просторах интернета мне найти не удалось поэтому делюсь с вами тем что есть я считаю что это хорошая и полезная информация к применению к осмыслению смотрите и пишите что об этом думаете в комментариях мне будет приятно узнать и ваше мнение и так приступим его товарищи тогда по-другому запомните с 2003 года во все медикаменты в состав таблеток начали добавлять вещество под названием тальк все читаете раньше шел пищевой крафмал помните таблетки были мягкие пальцами ломались сейчас какие дубовые их не разгрызет так вот товарищи объясняет вот этот тальк это детская присыпка это цемент на него капнуть водой он цементируется и вот я почему сказал мне гипертоников жалко они когда каждый день пьют эту таблетку от давления у них сначала тальк оседает на стенках животы и кишечника из-за этого происходит понятие непроходимость по-русски говоря запоры кто пьет таблетки с этим сталкивается и самое плохое тальк в таблетках оседает на засудах головы и сердца в засудах появляются тромбы тромб отрывается происходит инсульт инфаркт вот товарищи к чему приведет каждый день прием медикаментов я вас поэтому не пугать приехала только предупредить я вам товарищи с богатым жизнь опытом вы жизнь прожили а я вам только как молодой специалист хочу подсказать как дома без таблеток стабилизировать высокое давление приступы сердце снять и головную боль у себя дома без таблеток кому интересно записывайте запоминайте милая девушка потом все видео по 100 рублей в первую очередь товарищи всем хотел подсказать от высокого давления от гипертонии как на целые сутки давление можно дома стабилизировать чтобы таблетку не глотать запоминайте берете дома перед сном почему девушки и мужчины перед сном потому что инсульт инфаркт когда приходит правильно мило моя ловьте трех ночи до семи утра объясняю почему так действие любой вашей таблетки от давления товарищи 3-4 часа вы же ночью по 2 по 3 не пьете поэтому под утро конечно вы все знаете потом 4 инфаркта и перенесли все знаете молодцы и товарищи и поэтому хочу всем сказать поэтому хочу всем сказать когда у вас давление повышается внутри сосуды сужается и что делать берете перед сном 9 процентов уксуса есть дома 200 грамм целый полный стакан и стакан берете обычной воды и смотрите что делаете смешиваете один к одному стакан уксуса стакан воды чтобы у вас получилось как на пельмени кислая вода чтобы язык терпел и в этом уксусом растворе все штины и носки есть вас вяжете только чистые нейтральные хорошенько прополощите и отожмите чтобы с них не текло и вот эти девушки влажно уксус наноси пожалуйста перед сном на 10-15 минут для чего мы здесь у пятка у каждого человека проходят самые толстые сосуды а уксус на раствор вместе шерстью вам на целые сутки расширяет и у вас целые сутки кровь идет по большому кругу а не только в голове и целые сутки давление не беспокоит запомнили детям уксусом помните что делали температуру сбивали то есть товарищи когда вы ребенку протирали грудь и спину грудь и спину у ребенка поры расширялись внутри жарко ходит тот же самый смысл только на ноги и у вас кровь от головы уходит по большому кругу и целые сутки нет давления запомнили милая дама если у вас хронически если у вас хронически сколько лет я просто почему вам хочу сказать я вас еще раз говорю из улицы ленинградская эти рецепты уже людям подсказал мне через два месяца уже ваши соседи такого же возраста как вы не моложе написали благодарность письма на 30 единиц давление понизили вот этим да 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 товарищи второй рецепт пока хотел вам это когда давление поднимается нет бабушка это каждую ночь каждую ночь ты же таблетку от давления каждый день пьешь каждую ночь перед сном просто на 15 минут отдела влажный полежала снимаешь и целой сутки потом давления нету и каждую перед сном каждый день просто повторяйте понимаете только товарищи пишите все правильно о том что женщина звонит или толик я носки то взяла прополоскала думала давление то в голове а носок то горит не налазит поэтому это все равно на ноги не путайте товарищи второй рецепт сразу всем хочу подсказать чтобы вы поняли почему все гипертоники кто пьет таблетки давления вы все будете сердечниками потому что все таблетки давления какие мочегонные диуретики когда пьешь от давления куда фото в туалет а вместе жидкостью и сердце выгоняется калий и магний то есть когда вы пьете от давления в свое сердце убиваете потом выписывают еще кардиомагнию дополнительно что внутри на четыре тысячи больше выкупали вот такой бизнес поэтому сейчас атмосферное давление меняется на кого влияет на сердечников нерябов вы вы упадете что прохожие скажут а честно скажите сейчас руку подадут помощи вот люди возрасте поразнуть а молодежь мне говорят олег подбегут многие просто по карманным еще про жарят и все в этом случае что может сделать руку поднимите у кого из дома перед душистый горошек есть то есть товарищи не пуздайте есть черный мелкий а душистый это который побольше в огурцы в помидорах засолки придете девушке домой разложите себе в кармашек по одной по две перчины места много не занимает есть пить не просит но в любом месте дома на улице вы почувствовали обрачом грудь давить сердце поле отдает под лопатку это приступ берете из кармана перед душистый горошек его надо пополам прокусить на две половинки и ложите под язык две минуты приступ сердца отходит запомнили и в отличие от нитроглицерина нитросорбита действует 10 раз быстрее вреда здоровья не несет только девушки гладать не надо две минуты под языком и сплевываете под языком находятся рецепторы которые отвечают за сердце из этого приступ отходит за две минуты только без таблеток запомнили мы товарищи и хотел еще всем подсказать от головной боли голова заболит таблетку не пьете идете на кухню холодильник у холодильника из дома нет не поможет у вас товарищи на холодильнике у многих висят маленькие магниты цветные с дети играет поняли при голова заболит возьмитесь два магнита таких левой рукой и правой и вот так просто пальцами приложите к левому и правому виску вот так на 10-15 минут держите два магнита у вас вокруг головы вот так создается магнитное поле головная боль проходит за 15 минут это на себе проверял помогает запомнили товарищи и еще раз хочу напомнить чтобы было понятно наш центр называется вот так медеком медика ознакомительный комитет я к вам не приехал агитирую чтобы не пили таблетки не ходили к врачам это ваше мнение как хотите так и лечитесь но честно скажите сколько лет в эту химии пьете вы что-то вылечили сами себе признаетесь да ничего а вот благодаря моим рецептам я просто вас прошу хотя бы 50 процентов химии откажитесь и народными средствами помогите себе но самый главный враг хотите скажу кто у нашего брата лень лень заваливать лень запаривать легче же выпить таблетку на диван сериал смотреть это же проще вот поэтому товарищи у нас сейчас вот поэтому товарищи я и хочу сказать из нашего брата сейчас делали наркоманов вы не за лечение вы просто задолгость каждой пенсии в аптеку и по полпенсии на это тратите вот товарищи что хотел объяснить и и товарищи запомните еще товарищи какой хотел вопрос задеть у вас пообещали прийти 12 человек вас половина не смогла быть и физически у вас очень много больных людей которые вот так по квартире то ходят поняли про кого поднимите руку сначала те у кого суставы еще не болят не болят у меня не болят у меня не болят какой молодой полжизни прожил вы что а у кого болят руку поднимите за всех не говорите дома чем когда лечите суставы чем мажете я почему вас спрашиваю вот в 68 дом у вас калинина женщину говорю с чем вы лечите телевизором я говорю как то как рано что ли подносите грейки или кашпировского помните как раньше она говорит нет олег включаем сейчас рекламу по рекламе сразу что начинается честно фастургель быстрый гель капсиком хатроксид летот лошадиный пчелиный найс хатроксид бесконечное количество а вот вам хотел сказать почему вообще суставы болят почему вы себе мазью делаете только хуже объясняю под колено чашечкой находится межуставная сумка и межуставная жидкость вот эта жидкость суставная после 45 лет не вырабатывается предел из-за этого сустав скрипит и крутит смазки нет нам больно ходить а когда вы берете мазь вы этот процесс просто ускоряете каким образом начинаете мазать мазь греет прогревает а греть уже не надо когда болит она расширяет поры греет и вместе с потом остатки жидкости забирают особенно ваш китонал и чем больше мажете тем больше хрустят это хоть замечаете товарищи и после этих ваших мазей когда перестанут помогать вас сразу врачи сагикируют на уколы на уколы сейчас самое распространенное и вот после этих уколов я просто сразу все хочу предупредить деклафена картофен разной блокады их ставят суставы или в поясницу просто нестероидное обезболивающее чтобы вы знали вокруг сустава убивает нервное окончание вы просто боль не чувствуете а болезнь прогрессирует и после этих уколов у человека начинается деформация ноги потом видели вот так уже колесом выгибает поэтому товарищи просто будьте аккуратны если интересно я вам два-три рецепта от ваших суставов могу подсказать кому вот сустав интересно тогда записывайте задумайте сад огород есть у вас такой здоровенький вам больше тридцати не дашь товарищи сад огород если у вас есть есть у кого есть к вам поедем у вас скажите только честно есть такой редко растение где не встречается хрен называется мне как ваши соседи 68 сказали олег у нас у тебя улица хреновая поэтому смотрите товарищи листья хрена не нужны нам нужен только корень вот этот белый под землей берете корень хрена провернуть нужно на мясорубке что получилось каша и эту кашу завернуть в платок или в марлю чтоб компресс получился компресс и на место которая болит вот здесь сбоку сначала смазать маслом лучше растительным для чего и прикладывайте компресс на 10-15 минут долго девушки держать все равно не надо 10-15 болеть не будет как сустав целый день 5-8 часов вообще не болит поэтому товарищи я не говорю что вы этим корнем хрена лечите вы также обезболиваете но без вреда для здоровья то есть сустав то уже не сушит хуже не делает как мазь и самое главное что для пенсионеров это же бесплатно растет только копай и копай а в аптеку сейчас без тысячи рублей нечего ходить вообще и товарищи второй вам хотел рецепт подсказать пока зимой будет хрен под снегом лежать бананы кушать и диабета сахаром у никого нет при диабете бананы кушать нельзя если кто-то не знает из родственников бананы очень сильно сахар поднимает предупредить если кто не знает вот если есть предпосылки диабету или сахар прыгает лучше не кушать бананы очень сильно сахар поднимают поэтому лучше не надо если уже есть расположенность поэтому товарищи нам банан не нужен кожура нужна куда кожуру девайте когда баланс не дает соседу подбери да что пошел чок побери сейчас смотрите выкидывать не надо берете одну кожуру банана и всего лишь 100 грамм спирта содержащего средства как вы сказали водка спирт самогон любое главное выше 40 градусов и смотрите что делаете кожуру банана положили на разделочную доску ножом измельчайте на мелкие мелкие части и заливайте вот этими 100 грамм водки или самогона и убрать настояться на полторы две недели закрывать не надо вас наоборот за две недели весь спирт испариться а там получишь такое желеобразное как мазь гель вещество берете эту мазь вот так себе только наносите она к вам сустав впитывается все питательный несет обратно не испаряется боли не будет 18 20 часов на целые сутки запомнили вот такая мазь товарищи а вы вообще молодец раз упражнение до гимнастики дойдем как у вас товарищи и вот сразу всем хочу сказать пишите все правильно и записывайте потому что опять же вас соседи звонят мы с дедом сразу бабушка литр настояли каждое утро пьем 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 это наружное не путайте не внутрь и хотел вообще спросить товарищи как в поговорке у нас говорится сейчас все болезни от чего все болезни от нет правильно пятерка вам у нас у нас товарищи только язва от удовольствия того что мы едим колбасу которую кошки не едят вот от чего язва все остальное от нервов а где находится центральная нервная система кроме головы позвоночник наш толк жизни вас ко мне на две минуты можно идите сюда мужа нет рядом это ваш который в очках стоял в рабочей одежде товарищи и всем хочу показать внимательно смотрите вот наша центральная нервная система это наш позвоночник называется стол жизни скажите ваше мнение как считать если на цели позвоночник могут ноги отказать и руки откажут и жидкий стулу тошнота и рвота пойдет если вы что-то сделать из позвоночника но отвечает за весь организм и разделена три отдела шеи грудной поясничный шейный отдел за что отвечает и наши руки верхней конечности грудной это орган дыхания пищеварения сердце поджелудочное все что под грудной клеткой и поясничный за что мочи вонящие пути почки и наши ноги на чем ходим но вот вас погладил глаза заблестели на 5 лет помолодели у вас то вообще нащупнулась огромное товарищи и вот вместе с вами сейчас нащупаем корень нашей болезни и сами начинайте много вас болезни или кто-то поменьше накопил чтобы всем нащупать надо всем поднять правую левую руку все-все-все поднимайте и вот сюда себе всех вот так вот за прокинкой что все здесь нащупали шишку вот вы молодая а мне ваши засиди сегодня как только не говорили шишка хохолок бугорок верхний копчик одна женщина знаете как сказала это ко мне как муж 25 лет назад сел так и слазить не хочет товарищи а по научному запомните вот этот горб вот эта шишка это не жир и не сало это отложение соли и шлаков называется остеохондроз и вот это товарищи остеохондроз в этот шишку каждого человека растет 6 лет как мы с вами пошли в школу из-за сидячей осанки за партой с первого класса из-за сидячей он у нас эта шишка горбкой растет и смотрите что происходит у более полных точных толстеньких людей у них горб наружу торчит они поэтому видят говорят у меня вон какой горб а у худых которые худые у них наоборот внутрь устается поэтому худые не могут видели у худых потом на груди начинает здесь шишка торчать у худых хондроз растает внутрь это еще хуже и самое плохое что делать хондроз смотрите у каждого человека в шее слева и справа проходят сосуды коронарной артерии а вы представьте горб шишки растет посередине сосудов и каждый год он все больше что он будет делать сосудами сжимать и чем мы старше у вас хондроз все больше а сосуды в шее с каждым годом все тоньше и тоньше именно из-за хондроза кровь голову все хуже поступает в первую очередь появляется шум в ушах галла в окружении бессонница ломит затылки на хрустали глаза кровь плохо поступает из-за этого развивается катаракта садится зрение поэтому сколько вы раз хрусталик не меняете это все бесполезно потому что за хондроз на новый хрусталик опять не пойдет и через три года он опять помутнее садится вслух мы начинаем плохо слышать выпадает волосы выпадают зубы а самое то очень страшное это склероз и атеросклероз то есть клетка мозга крови не хватает клетка умирает из-за этого в нашей памяти пропадает причем в нашей человеке памяти что потому что хондроз все больше вот отсюда и все а вот я сейчас хочу подсказать я вообще просто хочу дальше что он делает чтобы было вам понятно что эти таблетки бесполезно пить товарищи мы не лечим хондроз в шейном отделе дальше он спускается в грудной отдел и это опухоль дадет на грудную клетку что появляется а вы папирос скурили не баловались вот я девушки всем хочу сказать если вы проходите сто двести метров и вы задыхаетесь на второй этаж на третий подняться не можете чтоб не передохнуть это и есть первый признак грудного хондроза фон изнутри давит на грудную клетку мы из этого сдохнуть не можем а потом хронические заболевания такие как астма бронхиальная астма и остеохондроз изнутри давит на сердце отсюда и шемеси на карте и ритме и когда в поясничный отдел спускается там гроз куда забивать свой шлаки отсюда появляется не с того в первую очередь камни в почках он начинает свои шлаки в камни мужикам давит вот сюда появляется донома простатит поэтому девушки сразу всем хочу сказать у кого дома мужья супруги не доводите пожалуйста с этой если думаете что это шутки все рукой можно махнуть не надо а донома простатит переходит в онкологию в раковую опухоль от этого мужик может просто загнуться поэтому не доводить ты ходят а вроде спиской проблемы ну и если у нас için совсем создави вопрос куда не пойдет в ноги вот из-за поясничного хондроза вашим суставам и не crypto боится супер из этого Weg's ботит и ко мне ещё раз мысли при этом смазки и開ина из-за поясничного хондроза крок никыляет dusc ноachsen из этого постоянной судороги из-за российского хондриозом он едет тяга Субтитры сделал DimaTorzok